Карта Беларуса. США не хочет видеть Украину в НАТО. И Европе пора перестать бояться российских красных линий. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Путин глава мафиозного государства. На что, кроме резких заявлений в ООН, может надеяться Украина? Самое главное, что сейчас развивается Украина, это возможность сбить глубину российских территорий. 1 октября может остановиться финансовая помощь от Вашингтона. Кто и какие меры предпримет? Как бы это цинично ни звучало, но Украина сейчас является лучшим в мире испытательным полем. Президент Турции может стать тем, кто застопорит движение Киева в НАТО. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Премьер-министр Дании считает, что Китай должен понести ответственность за поддержку России в войне. Ее заявление публикует издание «Политика». В нем она жестко раскритиковала Китай за поддержку России и обвинила Пекин в несоблюдении правил международной торговли. Также премьер-министр Дании заявила, что тесное сотрудничество Китая с Россией, а также с Ираном и Северной Кореей имеет серьезные глобальные последствия. Я не думаю, что Россия смогла бы вести полномасштабную войну уже более двух с половиной лет без помощи Китая. Нельзя разрешить продолжение ситуации. Когда Китай помогает России в войне в Европе без последствий, он должен нести ответственность за свою деятельность. Премьер-министр за последнее время сделала несколько подобных резких заявлений касательно войны России в Украине. Накануне она говорила о том, что все красные линии уже переедены и не стоит вообще говорить о них. Самая главная красная линия была пересечена Россией после вторжения в Украину. Мы поговорили с политтехнологом и управляющим партнером национальной антикризисной группы Тарасом Загородним о том, что может сделать Европа, обращая или не обращая внимания на красные линии, учитывая, что в войну ввязываться никто точно не хочет. Пусть дают оружие и побольше разрешения на применение его на территории Российской Федерации. Тарас. И смириться с мыслью, что Украина будет создавать предпосылки для хаоса в России и будет добиваться фактически дезинтеграции России. То есть перестать бояться распада России и каких-либо катаклизмов там. Вот к чему должна привыкать Европа. Это не страшно, это необходимость с точки зрения безопасности как Украины, так и Европы. Вот в первую очередь от чего должна отталкиваться Европа. Оружие, конечно же, разрешить его применение максимально. В первую очередь дать возможность авиации, применение на территории Российской Федерации, ракеты и многое чего другое. Высокоточное оружие в первую очередь. Вместе с тем, издание Reuters пишет о том, что Россия запустила в Китае секретный проект по производству дальнобойных беспилотников для войны в Украине. Проходят испытания беспилотники под названием Гарпия-3. Сообщается, что они могут летать на 2000 километров с нагрузкой до 50 килограмм. МИД Китая все это отрицает. США и ряд стран НАТО не хотят видеть Украину в альянсе. Так считает президент Турции, но сам своего мнения не выражает. Хотя говорит, что при формировании позиций государства по этому вопросу будет учитывать мнение других членов альянса. США прежде всего не хотят видеть Украину членом НАТО. И многие страны НАТО не хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Поэтому мы должны увидеть эти факты такими, какие они есть. И мы должны принять соответствующие решения. Рассматривая эти факты такими, какие они есть. Это не те вопросы, с которыми нужно торопиться. И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран-членов НАТО. Мы обсуждаем эти возможные вопросы за столом и принимаем соответствующее окончательное решение. Вместе с тем президент Турции Реджеп Тейпер Даган подчеркнул, что отношения его страны с Россией имеют многомерный характер и будут продолжать расширяться в будущем. Он отметил важность сотрудничества между двумя государствами в различных сферах и подтвердил намерение развивать эти связи дальше. Министр иностранных дел Великобритании назвал Путина главой мафиозного государства, стремящегося создать мафиозную империю. Дэвид Лемми сравнил Путина с рабовладельцем, заявив, что его действия во время войны в Украине напоминают о временах рабовладения. Эти слова прозвучали во время встречи в Нью-Йорке, где Лемми обратился к представителю России с фразой «Мы знаем, кто вы». Британский министр также обвинил российское правительство в нарушении международного права и агрессивной политики, подчеркнув недопустимость таких действий на мировой арене. В целом, заявления сторонников Украины на встрече в Нью-Йорке имели похожий окрас. Мы поговорили с человеком, основными задачами которого является борьба с кризисными явлениями в формате государства и государств Тарасом Загородным. Самое главное, что сейчас добивается Украина, это возможность бить в глубину российских территорий. Это применение... Ну, это не дальние удары по территории России, потому что то, что просит Украина, это, по сути, применение ракет малой дальности, то есть хотя бы 300 километров для того, чтобы уничтожать инфраструктуру противника. Это сейчас главное, на чем сконцентрирована украинская политика и украинский политический класс для того, чтобы получить существенные преимущества и на поле боя, и получить существенные преимущества перед возможными переговорами, хотя я в это не верю, пока Путин при власти война будет продолжаться, и, ну, по крайней мере, запустить механизм принуждения россиян к миру. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. 1 октября поставки вооружений США Украине могут приостановиться, но администрация Байдена активно ищет выход из этой ситуации. Ожидается, что на этой неделе будет объявлен новый пакет помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. При этом администрация Джо Байдена разрабатывает план продления полномочий, которые позволяют Пентагону отправлять вооружение и технику Украине на сумму почти 6 миллиардов долларов. Эти полномочия, утвержденные в апреле, позволяют быстро передавать оборудование из собственных запасов США, а затем пополнять арсеналы. Но срок действия этих полномочий заканчивается с началом нового финансового года, 1 октября. Если план будет одобрен, Пентагон сможет продлить поставки оружия, но не сможет предоставлять новые типы вооружений, которые ранее не входили в списки помощи. Вероятно, президент Украины Владимир Зеленский обсудит этот вопрос с Джо Байденом на встрече в четверг, так как Украина заинтересована в ускорении поставок. Несмотря на выделение в среднем 400 миллионов долларов в месяц на военную помощь, Киев выражал недовольство из-за медленного поступления некоторых видов вооружений на фронт. О том, есть ли надежда на бесперебойное финансирование и помощь Украине, несмотря на то, что Конгресс не одобряет продолжение полномочий Джо Байдена в этом вопросе. Также в условиях выборов и вспоминая прошлогодний бюджетный процесс в США, мы поговорили с главным консультантом Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иваном Улсом. Во многом вся система помощи, которую Украина получает, строится на том, чтобы шли деньги в американский военно-промышленный комплекс, который производил соответствующие товары. К слову, именно вот эта схема является гарантией того, что в случае победы Дональда Трампа, который по риторике, которая присутствует в избирательной кампании, может остановить помощь Украине, чтобы этой остановки не было. Есть еще многое, чем Россию удивить, давайте так я имею в виду, из американского вооружения. Есть еще, в конце концов, разные виды ракет, разные более новые виды. Знаете, все-таки то, что давалось Украине ранее, это проверенное годами вооружение. Но есть и новые типы, о которых, возможно, нам неизвестно, но которые существуют и, главное, которые желательно испытать. Поскольку, как бы это цинично ни звучало, но Украина сейчас является лучшим в мире испытательным полем для новейших типов вооружений, поскольку это вооружение будет использовано против очень сильного противника Российской Федерации. В новом пакете помощи, который станет самым крупным с мая, США рассматривают возможность предоставления Украине ракет средней дальности для истребителей F-16, также дополнительных ракет для «Хаймарс», патрульных катеров и средств ПВО. Этот пакет, скорее всего, станет последним в рамках президентских полномочий Джо Байдена до окончания финансового года 30 сентября. Правительство Беларуси планирует ввести специальную карту Беларуса согласно проекту национальной стратегии достижения целей устойчивого развития до 2040 года. Эта карта будет регулировать оплату медицинских, образовательных и коммунальных услуг в зависимости от статуса пребывания на территории страны. В документе подчеркивается необходимость диверсификации этих услуг для различных категорий граждан и мигрантов. Одним из ключевых шагов, как говорят чиновники, для обеспечения национальной безопасности и защиты прав граждан станет разработка интегрированной информационной системы идентификации личности через карту Беларуса. Конкретных деталей о том, на кого будет ориентирована эта карта, пока нет, но, возможно, она будет касаться как иностранцев, планирующих переехать в Беларусь, так и граждан страны. Также правительство намерено усилить привлечение трудовых мигрантов, в то время как для беларусов, работающих за границей, могут быть введены ограничения на доступ к социальным условиям. Не остается давать, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Суперспасибо», помогает нам снимать новые и новые видео. Мы вам за это благодарны и призываем не останавливаться. Если вы находитесь на территории России или Беларуси, то для того, чтобы смотреть нас безопасно, лучше всего использовать VPN, а как именно, мы прикрепили инструкцию к этому видео. Не забывайте ставить лайки, не забывайте про комментарии и подписываться на канал, если этого еще не сделали на этом у меня. Все, до встречи, хороших вам новостей!